Всем доброго времени суток! Они прикольно так звенят, не знаю, будет слышно или нет. Так что, если что, ребят, я с вами. Я в тень, как видите. Вот. Ну, раз я задела в бабью яму, да, и, так сказать, отписочила бедных мужчин, то, думаю, все-таки стоит задеть тему и женщин из бабьей ямы. Как-то привычно думать, что с бабьей ямы обычно выходят только эрспехи, и все. Но сакральный смысл лежит на самом деле куда глубже. Вот. Дело в том, что бабья яма, собственно, это зло, и многие знают, что если там есть мужчины, да, то они на правах придатка. То есть, по большей части, мужья в такой семье, это люди вот, вот такие вот. То есть, бесхребетные, не живущие для себя, чаще всего одевающиеся бы как, не заботящиеся о своем здоровье. Просто вот. Но при этом, кстати, они обычно все-таки являются неким финансовым источником. Просто так этих людей в семье держать не будут. То есть, все-таки мужчина приносит какую-то пользу. Иначе он-то вообще нахрен не нужен. Его сразу сливают. Просто почему? Нафиг. Просто, знаете, как какой-то брак, как какой-то неликвид, то есть, сразу с завода. Вот, но если в бабе-яме мальчикам суждено вырасти по большей части оленями, да, то в бабе-яме девочки вырастают, скажем так, по большей части хищницами. Вот. И объясню, почему. Первый вариант развития событий. Ну, это, собственно, как я говорила в первом видео, так сейчас скажу, что это вы можете посмотреть у Леры Майер, которая ловлет. То есть, там прям наглядно показано, да, кто такая Эра Спейс Баби-яма. То есть, это, в принципе, обычная женщина, да, то есть, в абсолютно разной внешности может быть. Но, тем не менее, женщина, которая не настроена как таковая на семью. Не, а в идеале, конечно, можно, да, и она, в принципе, как бы может очень долго прожить в браке, рожать вам детей, но как итог будет один, когда либо с вас будет нечего поиметь, либо когда появится на горизонте новый ресурсный олень интересненький, вот, либо просто какой-нибудь Петенька, у которого хрен побольше, вот. То есть, так или иначе, если какой-то другой мужчина ее, скажем так, завлек, то все, вас сольют. И неважно, вы можете быть трижды идеальным мужчиной, добрым, верным, хорошим, порядочным мужем, да, и, к слову, даже если у вас приличный заработок, ее это не остановит. Ну, с вас же можно алики содрать. Все, нахрен-то вы не нужны особо, забудьте. Вот. И, собственно, такая женщина, она скачет из одного брака в другой брак. Детям она навязывает чаще всего ложные ценности серии «Посмотри, это твой новый папа». То есть, она без проблем говорит, да, все, новый папа, новая семья, про того забудь он, короче, он олень нахрен. То есть, примерно так. На самом деле, это жутко. Вот. То есть, пожалуй, это самый худший вариант развития событий, когда вот такое вот создание выходит из семьи и начинает разрушать и ломать другие судьбы. Свою, мужчин и детей. То есть, она просто токсичная баба, которая вот разрушает все, что вокруг есть. Вот. Ну, об распешках вы знаете много всего, поэтому вам рассказывать об этом не смысл, и вы, собственно, вот видео одно из таких смотрите. Я тоже семью ни хрена не построила. Я вообще ни хрена ничего создавать не могу, я вообще удивляюсь, как мне еще ребенок растет адекватно. То есть, я думала, что я вообще ничего разумного посеять не могу. Вот. Но далее. Как я люблю говорить, речь же сейчас не обо мне. Вот. Еще один вариант развития событий. Девочка, которая выросла в Баби Яме. То есть, кем еще один вариант там и будет. Как я рассказывала в одном из видео, которое, кстати, довольно популярным стало, ну, то есть, по просмотрам. Это бытовые проститутки. Да-да-да. Женщина, которая, скорее всего, в принципе, не будет строить отношения. Ну, а зачем? Это, знаете, из них получается, ну, как же это сейчас называется правильно? Содержанка. Во. То есть, вариант развития что? Будет содержанкой. Ну, а почему бы нет, в общем-то? Ты в приличной форме. Стабильный секс. Ну, или нестабильный, но он так или иначе есть. Иначе нахрена-то нужна. По большей части. Так ведь? Тебя одевают, обувают, кормят, финансируют. Все. Просто паразитируешься на другом мужике. Ай да молодца. Зачем работать головой и руками? Не, ну, кстати, там тоже и головой и руками работаешь. Только немножко по-другому. Вот. Ну, то бишь бытовая проститутка. Но, опять же, бытовая проститутка может быть и ваша жена. Так? Так. Но в любом случае, это человек-паразит, который тянет с вас ресурсы. По большей части финансовые, потому что, ну, мама же научила, как. Ты, главное, говорит, крути, говорит, ты его головой, ты же шея. Она и крутит. А нормальный мужчина, ну, что, ну, и женучили, как. Быть благородными. Благородными. Оленями. Соответственно, да. Надо финансировать свою бабу от Адая на все хотелочки, на все ее нужды, чтобы красотка была на зависеть другим, а по факту, вот, потреблять. Вот. Ну, да ладно. И еще один из вариантов развития событий. Сегодня один из зрителей канала, подписчиков, ну, я, в принципе, знаю его с самого начала постигнул канал, то есть относительно самого начала. Я там написал «мамина корзинка», по-моему. Вот. Тут примерно что-то то же самое. Это как вот и из мальчиков, да, когда он ресурсным оленем растет, да, для своей семьи, таким придатком. То есть здесь немножко по-другому. Хотя, к слову, примерно то же самое. Когда, знаете, она всю душу мамы вложила в дочку, да, и она ей не дает жизни. Не построить семью ничего. Все, все, изначально все мужчины, которые рядом с ней будут, это изначально говно. Ну, она же, что, детечку вырастил, ну, что, ну, как же она ее кому-то отдаст на убой, так сказать? Нет. Все, будьте рядом с мамой. Умрешь рядом с мамой. Все. И, вот знаете, чаще всего это такие серые мышки, незрачные женщины. А иногда, знаете, даже фигура у них такая бывает, бесформенная. Они вообще сами какие-то вот, ну, какие-то в целом, даже вот имея нормальную фигуру, они все равно какие-то вот словом сливаются с окружающей средой, потому что они себя как таковыми людьми не чувствуют. Они просто вот принцесски, да, которые выросли у мамы, и они не умеют готовить. Они, в принципе, как хозяйки дома, они никакие, потому что мама их ничему не научила. Нет, 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 это создано для любви, для маминой любви, понимаете? Не для мужа, не для общества, нет, нет, для мамы. Я родила тебя для себя, я воспитываю для тебя, для себя все, бабушка, вот смотри, мы все одни, ты одна будь мужчиной, ты сволочи. Просто вот, ну, растет очередная жена, вернее, мужа-ненавистница. Все. Возможно, у мамы был случайный залет, вот, возможно, это был тот случай, да, когда она не хочет вспоминать себе вообще, как это произошло, либо он реально был, ну, козлом, есть такой тип мужчины, вот реально козлы. По-другому это никак не назвать. Когда вот, вот, и слился. А она не сделала, допустим, тот же самый аборт по каким-то там эстетическим соображениям, да, моральным и прочим-прочим, боялась там, что не залетит еще разочек, вот, там, врачи напугали, все напугали, мама ее напугала, которая с этой бабой ела, а ты роди для себя, все, родила. Вот и пожалуйста. Ничего не умеем, готовить не умеем, мама умрет, как жить дальше, не знаем. И такое тоже есть, таких я, к слову, встречала. Это, это вообще страшно. Когда, я видела просто таких женщин, когда мать скончалась, она сидела и плакала, говорю, а я не знаю, как жить. А что мне нужно делать? Я говорю, смысл, что делать? Жить, блядь, жить. А я не знаю, а я не знаю. То есть все, испуганы, понимаете, вот ее сейчас там почти в сракет выкинули, да, в обществе, и одна такая херака потерялась, то есть, что, как вообще, как работать? Надо работать уметь, оказывается. Детка, ты даже сейчас себе олени не найдешь, потому что тебе сракет, и все, кому ты нужна? Я не то, что говорю, что сорок никого не найти, но я скажу так, когда тебе сорок, и у тебя нет никакого опыта отношения ни с мужчинами, ни с людьми, ни опыта работать, конечно, тебе, блин, тяжело по жизни будет, ну, прям хреновенько, в общем-то. Поэтому, честно скажу, бабия яма – это такой своеобразный конвейер по производству таких ломанных людей. Это, блин, вообще очень грустно, просто очень грустно. И самое грустное то, что мужчины привыкли слушать женщин, во многом слушать женщин, потому что женщины окружают по большей части везде в социальных сферах, в школе преподатели в основном женщины, ну, чаще всего, так ведь? В больницах, на работе, бабский коллектив иногда бывает. То есть, в новозаводе пашьте, конечно, да. А еще чаще всего в мужских сферах, где, ну, именно работают именно мужчины, чаще всего еще и женщины-начальницы бывают. Вот это вообще просто хлам. У нас что по мужской природе не заложено как-то изначально подчиняться женщине. Это прям диссонанс еще бывает, наверное, мне кажется, таких мужчин. То есть, редкий руководитель женщины, она будет такой, скажем, здравомыслящей, адекватной. То есть, по большей части нет. Она также подвержена эмоциям, инстинктам, да, и вероятнее всего, с кем-то из подчиненных она еще будет просто купляться периодически. Либо они ее, кстати, еще иногда по кругу пускать будут. Ну, то есть, она, вернее, они не будут знать об этом. Возможно, это наше всплывет. Ну, такое тоже бывает. И это прям не космос, честно. Поэтому Бабия Яма, это очень грустно. Очень редко, когда вообще с Бабией Ямой выходят люди не то, чтобы не бракованные, да, а не поломанные. Потому что по большей части такие женщины, такие мамы, бабушки, да, они ломают судьбы, ломают психику детей и все. И это очень грустно. Очень грустно, когда дети насмотрятся в своей семье непонятно чего. Почему я об этом рассуждаю, да, скажите? Да ты сама, и респект, и прочее, прочее, да. Потому что я вообще в целом в последнее время очень много задумываюсь об отношениях. Я задумываюсь, почему люди такими становятся, почему я такой стала, да, почему вообще просто мир такой просто. Это знаете, это вот как вот, действительно, я Матрицу недавно смотрела, да, и все, это как будто мне дали красную таблетку. Все. Я просто познала мир, блин, я вижу эту гребаную Матрицу, я поняла, что мы в жопе просто. Что все, властвуют над нами машины. Магия вагины только у нас наоборот немножко. И все. И это грустно. Грустно то, что я сама не могу найти нормального полноценного контакта с типичными женщинами. Они, по большей части, меня ненавидят. Либо не понимают, либо считают дурой. Вот серьезно. Ну, нормальные женщины, это которые принято считать нормальными. А такие бабы из серии бабы с яйцами, обычно, да, обычно с такими я просто реально быстро в общий язык нахожу. Но, во-первых, таких женщин очень мало. А во-вторых, такие женщины изначально очень тяжелые для мужчин. Вот. Поэтому в свое время я забила на все и стала общаться просто с мужчинами. У меня мужской круг общения, я реально мне проще с мужчинами. Потому что, как минимум, мало кто из них говорит, а чего ты не красишься? Вот. Это все очень грустно. То есть бабья яма, когда растит ребенка, это печально. Но так же страшно, когда бабья яма это коллектив. И, к слову, вы сами знаете, что общество у нас так же растит, да. То есть помимо семьи есть еще и общественное, так сказать, развитие, социальное воспитание. И да, и это может быть и не только в школе, и не только в кольже, а и на работе. Вы тоже, люди, каждые семь лет обнуляются организм, и он меняется, меняется мышление. И если вы, блин, семь лет работаете в бабском коллективе, есть вариант, что я просто нахрен вам психику снесу. Вот и все. И это не только мужчин касается, но и женщин. Женщины-женщины тоже портят, нереально портят. Женский коллектив, женское общество, это иногда реально вселенское зло по большей части. Это вам говорит сейчас женщина, которая тяжело находит общий язык с другими женщинами. В любом случае, в природе должен быть некий баланс между мужчинами и женщинами. Правильно говорить, семья должна быть полноценной, чтобы была и мама, и папа, потому что должен быть баланс мужского воспитания и женского воспитания, потому что только одна женщина или только один мужчина, они не дадут подрастающему поколению именно целой картинки. Каждый даст только что-то свое. И, соответственно, когда будут по очереди вкладывать ребенка, да, вот выстроится прочный фундамент и домик, так сказать. А когда будет с одной стороны, получится какая-то шаткая непонятная конструкция по большей части. Вот и все. Поэтому мой очередной формат бреда. Я высказалась. Мне интересно все-таки обсуждать это и обсуждать это с вами. Надеюсь, я никого не обидела. Я просто поделилась мыслями не больше. Честно, ребят. Только делюсь мыслями. И я всегда рада, если кто-то адекватно относится ко всему этому. Кто-то делится мыслями со мной, да. Я делюсь мыслями. В любом случае, просто спасибо, что вы со мной. Всем добра-бобра и до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok